всем привет какой красавец у нас сегодня техник с м206 в идеальном состоянии как из магазина даже он наклечка металл еще у него сохранилась на кассета приемники абсолютно на верхонький вид ни одной царапки я на нем не нашел минимальная наработка всю жизнь стоял в шкафу за стеклом использовался только для прослушивания гимна россии по праздникам и ну и как бы на высококачественных магнитных носителях типа кассета головы проверены несколькими аудиофилами вердикт в отделенном состоянии дополнительно покрыты наносиловым покрытием имплантированным на ионном имплаторе и это все на режим на предприятии что совершит соответственно значительно повысила износа устойчивость и добавила низов звучание давайте сразу все проверим чего затягивать то кассетка кстати японческая какие красавцы прям великолепно ну давайте сразу расскажу что тут есть значит у нас кнопки включения открытие кассета приемника телефоны головные дальше как все остальное у нас идет перемотка вправо перемотка влево обнуление счетчика запись стоп долби дальше у нас идет селектор входов микрофон либо сзади селектор типа пленки но и уровень записи и красавцы два весла стрелочки классного все выглядят личные год выпуска 1983 япония полусенсорные кнопки все же нужно их продавливать дека тяжелая как бы не пустышка прям когда в руки и берешь чувствуется что сделано из материала не из картона двухголовочный компакт двухголовочная компакт кассетная дека трековая система у нее четыре дорожки то есть двухканальная стерео скорость как у всех 4 и 8 метров в секунду головки одна запись воспроизведения вторая стирания у него есть электрический регулятор постоянного тока то есть подстраивается под нужное натяжение подстраивается под правильную скорость дека самостоятельно тип ленты у нее 1 2 это хром и металл так ну что еще по этой деке она полностью рабочая то есть она мотает справа она мотает влево она воспроизводит как вы слышали давайте шумоподавление сейчас покажу слышно как меняется звук мне часто спрашивают когда увидят что вот такие деки как это откуда я их беру в таком отличном состоянии сорокалетние но в принципе могу вам ответить вот в момент покупки постарайтесь максимально все проверять сейчас чуть потише сделаю лучше всего покупать в своем городе но либо же попросить кого-то из знакомых проверить деку лично то есть в этом случае если продавец из другого города человек придет посмотрит у вас будет больше информации с собой имеет смысл убрать наушники плеер портативный со шнурком там миниджек на 2 рк для того чтобы проверять запись кассету с хорошей записью приличную прям нужно брать чтобы все услышать нюансы и одну чистую для записи вот и уже с таким набором вы будете готовы проверить деку почти у всех режимах а мне стесняйтесь проверять чем больше косяков найдете тем меньше будет цена потом на неожиданные затраты на ремонт вот они очень существенные могут быть если дека дорогая вот перед тем как покупать реально дорогую деку но это каждый для себя решает какая цена ну грубо говоря пусть будет больше 1000 долларов вообще тщательно изучайте вопросы посидите на форумах на форумах возможно познакомьтесь владельцами таких же дек там с ними обговорите болячки они вам много информации донесут до вас из своего личного опыта поделятся как на пользоваться ну это в общем есть вероятность что это позволит не совершить какую спонтанную покупку о которой потом будете жалеть вот ну и надо понимать что кассетная дека вряд ли станет с основным источником в вашей стереосистеме это скорее дальность стальгии там дизайну технологиям прошлого хорошая дека может конечно приятно удивить но вот такого обилия хорошо сохранився кассет записи сейчас уже нет как примеру пластинок поэтому возможно имеет смысл обратить внимание на просто красивую деку но не на функционально либо на функциональную там но некрасивую вы посмотрите купите ее радовать она вас не будет а здесь вот так же вот как на этой деке магия стрелочек теплые ламповые подсветка в общем то способна творить чудеса повышает качество звука в разы то есть я всегда для себя говорю так плохом настроении музыку слушать нельзя она будет всегда плохой а в хорошем настроении даже самый плохой звук вас порадует вот поэтому желаю всем хороших покупок всем японских дек пока и и и